Сегодня из больниц выписали всех пострадавших в ДТП с автобусом в Адлере. Причины летних аварий обсудили на планерке главы Сочи. Сочинские спасатели подняли в небо вертолет. С приюта Фишт эвакуирован турист с травмой ноги. Спешка приносит проблемы. Мэр Сочи остался недоволен темпами ремонта улицы Островского. Бабушки против мошенников. Федеральный проект под таким названием стартовал в Сочи. Сегодня из больниц выписали всех пострадавших в ДТП с рейсовым автобусом в Сочи Адлер. Напомню, автобус под номером 50 накануне вечером протаранил бетонный отбойник. В результате вся передняя часть автобуса была смята, вылетели стекла. Предварительная причина аварии – человеческий фактор. Водитель отвлекся на телефон. Сегодня мэр Сочи на разбор полетов вызвал представителей всех автотранспортных предприятий. Эта тема стала основной на еженедельной планерке главы города. Пассажиры получили различные травмы. К счастью, обошлось без тяжелых. Медицинская помощь потребовалась девятерым. Из них трое – дети. Авария произошла в районе ресторана «Олеся» в паре километров от вокзала Адлера. На месте ДТП случайно оказался глава Сочи, который вызвал скорую помощь и помог пассажирам. Там же Анатолий Пахомов пытался выяснить причины аварии. Версия у пострадавших была одна. Вот эта женщина, которая у нас была отправлена в девятую больницу, она единственный человек, которая стояла около водителя. Она стояла, хотела за билет заплатить. А он не брал за билет деньги, потому что он в телефоне, он что-то там переписывал. Она говорит, или он читал, либо он переписывался. Это же страшно, как кричат детки. Люди были в обескуражении. Всего лишь навсего из-за разгильдяйства одного водителя. Разгильдяйство одного водителя и ваше разгильдяйство. И говорят, что у вас все они в телефоне. Только Бог уберег людей, которые ехали на 50 маршруте от гибели. Одной из причин ДТП с участием туристического автобуса, которое произошло в Сочи менее месяца назад, также называют невнимательность водителя, который тоже отвлекся на телефон. Глава города требует проводить инструктажи с водителями. Подключиться необходимо и ГИБДД, и транспортникам. По поручению Пахомова, с сегодняшнего дня в Сочи работает горячая линия. Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи хочет обратиться ко всем жителям города Сочи и гостям города Сочи, чтобы они могли обращаться на горячую линию с информацией о нарушениях правил дорожного движения водителями пассажирских автобусах. 8-918-665-2-665. Можно отправить смс-сообщение, можно отправить ватсап-сообщение. Если вы видите, что водитель, управляя автобусом, пользуется мобильным телефоном, как раз незамедлительно сообщайте на горячую линию. Только самое главное, что необходимо указать, это государственный номер автобуса, чтобы мы смогли выявить право нарушителя и принять соответствующие меры. Обсудили сегодня на планерке главы города и вопрос благоустройства городских улиц, состояние дорог и тротуаров, санитарное состояние которых ухудшается из-за повсеместных ремонтных работ. Здесь замечания сотрудникам Департамента дизайна, которые согласовывают ремонт зданий в разгар летнего сезона. Все у них грязное, тротуары грязные, ссылаются, там же ремонт идет. Люди, которые заплатили большие деньги и приехали в город Сочи, они что, собирались на ремонт ваш смотреть и ходить в пыли, и дышать этой грязью или пылью? Мэр потребовал незамедлительно приостановить все ремонтные работы. Завершилось же планерное совещание на позитивной ноте, почетными грамотами и благодарностями президента России. За большой вклад в подготовку и проведение Чемпионата мира по футболу глава города наградил руководителя отеля Рэдисон Лазурное и начальников управления информацией и международных отношений администрации города. Инга Габешия, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Ну а с приюта Фишт эвакуировали травмированного туриста. Накануне вечером в спасательный отряд поступило сообщение, что в районе горы Фишт при спуске с гребня Большого фиштинского ледника 31-летний турист травмировал ногу. У мужчины оказался закрытый перелом голени со смещением. Необходима была срочная госпитализация. Сегодня рано утром на вертолете за пострадавшим вылетели спасатели МЧС. Мужчину с приюта Фишт на носилках транспортировали на борт. Там медик оказала первую помощь. В Сочи туриста передали ожидающей бригаде скорой помощи. Известно, что пострадавший житель Ростова-на-Дону отправился в поход с плата Лаганаки в составе зарегистрированной тургруппы. В Сочи расчистили одну полосу дороги, которую заблокировал Сель. Напомню, утром 24 июня на курорте Розахутор Сель сошел на дорогу в районе Сулимовского ручья и перекрыл дорогу. Проконтролировать ход работ накануне вечером прибыл глава Сочи. Специалисты расчищают русло ручья и верхнюю часть тела селя. Ручей вернули в русло. За ночь была расчищена одна полоса для движения транспорта. Глава Сочи заявил, город введет режим локальной ЧС. Это позволит собственникам объектов получить компенсации за ущерб. А вот восстановить противоселевые укрепления обязан тот, кто их устанавливал и обслуживал. Федеральная сетевая компания, она обязана просто-напросто восстановить электричество, в том числе, значит, здесь, в экстурсионном центре «Моя Россия». И они обязаны принять меры по обеспечению работоспособности селевых, значит, устройств. Для того, чтобы это сделать, тут где-то 20 тысяч кубов надо вывести. Это все, конечно, должны сделать хозяева, то есть федеральная сетевая компания. В течение суток должна вернуться в работу насосная станция канализации. Ее затопило во время селя. Также сегодня утром было обнаружено еще одно место схода грязи и камней объемом около полутора тысяч кубометров. Несмотря на то, что собственник территории федеральной компании «Россети», город организовал работу спецтехники. На расчистку вышли 17 машин, задействовано полсотни человек. На месте работает оперативный штаб. Специалисты будут держать на контроле ситуацию до полного окончания восстановительных работ. И продолжаем. Вениамин Кондратьев встретился с директором Федеральной службы судебных приставов Дмитрием Арестовым. В ходе рабочего совещания губернатор региона был представлен руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю Дмитрий Ткаченко. Соответствующий указ о назначении подписал Владимир Путин. Дмитрий Ткаченко был исполняющим обязанности краевого управления с декабря прошлого года. Как отметил губернатор, служба судебных приставов вносит существенный вклад в укрепление экономики региона. За пять месяцев этого года в краевой бюджет перечислено более трех миллиардов рублей налогов, штрафов и госпошлин. Это на 20% больше, чем за тот же период 2018-го. Однако, острой для края остается тема задолженности. По зарплатам с работодателей предстоит взыскать еще 125 миллионов рублей. Заработные платы сегодня, конечно, это для большинства людей и жителей основное средство жизни, конечно. Поэтому предприятия, неважно, банкрот, либо по иным обстоятельствам не выплачивают заработную плату. Конечно, это трагедия для семьи. Даже если один из членов семьи эту зарплату не получил, они на нее надеялись, и вдруг ее нет. Поэтому здесь позиция судебного пристава, главного судебного пристава, судебных приставов, их активность, она очень нужна, чтобы мы эту проблему в крае, она пусть небольшая, но преодолели. Поэтому активность сегодня явная со стороны судебных приставов. И здесь мы чувствуем одну общую команду в решении этой проблемы. Заработная плата, если сравнивать по уровню Российской Федерации, то активность судебных приставов Краснодарского края очень высокая. Практически 75% решений исполняются либо полностью, либо частично. Это очень прилично. Если говорить о средней исполняемости в решении в 40%, то 75% – это потрясающий результат. В крае, в зоне особого внимания, проблемы нелегальной миграции. Этот вопрос напрямую касается и экономики, и в целом безопасности региона. Сегодня принципиально важно обратить внимание на ряд проблем, которые, конечно, в крае существуют. Это, конечно, в первую очередь нелегальная миграция. Вот около 1700 человек, благодаря, опять-таки, активным действиям судебных приставов и личному контролю Дмитрия Георгиевича, были выдворены с территории края. Он активный регион, динамично развивающийся регион. У нас достаточно своих трудовых ресурсов, которые могут сегодня покрывать ту необходимость, которая возникает. Важно сегодня, чтобы нелегальная миграция, она просто забыла дорогу сегодня в наш регион. Мы не против легальной миграции, миграции с квотами, как и положено, по отраслям экономики, там, где они нужны. Да, это наша функция – выдворение незаконно пребывающих иностранных граждан без гражданства. Здесь мы плотно взаимодействуем как с региональной властью, так и с Министерством внутренних дел. И спасибо за высокую оценку, это мы будем продолжать. При взаимодействии краевой власти и службы судебных приставов на Кубани идет борьба с самостроями. И речь не только о многоквартирных жилых домах, но и незаконных ларьках и павильонах. Эта работа будет также продолжена. Елена Овсецина, телекомпания ФКТ. Прием граждан по поручению президента России провел полномочный представитель главы государства в ЮФО. Владимир Устинов в режиме видеоконференции собрал губернаторов субъектов Южного федерального округа. На вопросы жителей Кубани ответил глава региона Вениамин Кондразиев. В списке заявителей Валентина Русу из Краснодара. К полпреду она обратилась с просьбой благоустроить сквер студенческий. Любимое место отдыха жителей близ лежащих домов, этот старый уже сквер, его давно не ремонтировали, он стал ветшать. И вот у меня была такая просьба, я думала, что меня поддержали бы все население близ лежащих домов, чтобы его провели реконструкцию этого сквера. Убрали старые деревья, высадили новые, новые кустарники, сделали красивые аллеи. Губернатор рассказал, что на участке уже начались работы. Один из старейших скверов Кубанской столицы заметно преобразится. Там появятся новые тротуары, детские и спортивные площадки. Зеленую зону приведут в порядок уже до конца этого года. По мнению главы региона, нужно максимально отдавать приоритет в благоустройстве таким общественным территориям. Для нас важно, что практически около 2 миллиардов рублей мы в этом году, только в этом году предусмотрели на дворовые и общественные территории. Около 102 и дворов, и общественных территорий будет благоустроены. Но я бы хотел здесь заручиться вашей поддержкой. Вот есть дворы, а есть парки и скверы. Вот может быть лучше пойти по пути того, чтобы мы благоустраивали в первую очередь парки и скверы, то, что будет максимально принадлежать с точки зрения отдыха большинству жителей того или иного микрорайона, а не делать отдельные дворы. Это нужно, но выиграют только жильцы дворов. А если мы все-таки приоритеты дадим паркам-скверам, то выигрывать будут жители микрорайона, улицы. Верен Иванович, вы абсолютно правы, я вас поддерживаю в этом вопросе, но и не забывайте все-таки и дворы. Благоустройством дворов почему-то сами жители этих дворов не занимаются. Если мы хотим, чтобы у нас во дворе было хорошо, и инициативная группа начала что-то делать, тогда надо помогать. Вот здесь надо подталкивать и помогать в первую очередь тем, о ком вы говорите во дворах, которые уже начали, которые уже взяли на себя, ведь что такое свой труд? Он же потом берется лучше будет, чем кто-то придет и сделает со стороны. Программа формирования комфортной городской среды реализуется в Край с 2017 года. За это время на Кубани преобразили сотни дворов и десятки общественных территорий. Инга Агабешия, телекомпания ФКТ. Десять новых школ появятся на Кубани к концу года. О дополнительных учебных заведениях говорили на селекторном совещании в администрации края. На связь с первым заместителем губернатора Андреем Алексеенко и куратором соцблока Анной Меньковой вышли главы 15 муниципалитетов. Необходимо продолжать работу по увеличению количества учебных мест не только за счет строительства новых учреждений, но и реконструкции и возведения пристроек к уже существующим школам, отметила Анна Менькова. У нас на этот год задачи очень большие. Вообще впервые региональный бюджет выделил 4,5 миллиарда рублей на социальные объекты, полтора миллиарда – федерация. Мы в этом году с вами должны 10 школ сдать до конца года. Две из них уже работают и построить, и приобрести 11 зданий детских садов. А также мы должны, коллеги, уже в этом году четко иметь представление, что мы строим в 2020-2021 году. Кроме того, у нас есть ряд объектов, которые должны быть завершены к 1 сентября. Однако, несмотря на высокие темпы строительства школ и детских садов на Кубани, некоторые муниципалитеты не укладываются в сроки ввода в эксплуатацию. Речь о Новороссийске, Анапе, Краснодаре, Сочи и Денском районе. По ряду причин перечень работ, заявленный на бумаге, не совпадает с фактической готовностью объекта. Андрей Алексеенко поставил задачу в кратчайшие сроки отчитаться по каждому учреждению. Два дня на то, чтобы представить детальный график. Понятный линейный график производства работ с указанием объемов выполняемых работ. Речь о проседании по срокам быть не может, подчеркивает первый заместитель губернатора. Каждый из объектов должен быть сдан в срок, если даже для этого потребуются дополнительные силы. Сегодня в Краснодарском крае вопрос о нехватке мест в школах и детсадах стоит остро. Поэтому качественно возвести и вовремя сдать в эксплуатацию, будь то новое учреждение или пристройка к уже существующему, требование времени и необходимость сегодняшнего дня. Ну а продолжим после прогноза погоды и короткой рекламы. Редактор субтитров А.Семкин Более двух миллионов тонн зерна собрали с кубанских полей, из них миллион тонн пшеницы. О промежуточных результатах жатвы журналистам рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев. По сравнению с прошлым годом повысилась урожайность. Самые большие показатели зафиксировали в Выселковском, Тимашевском, Кореновском районах и Краснодаре. В целом в регионе планируют убрать около двух миллионов гектаров полей. Такую площадь посевов нам удалось сохранить с прошлого года. Кубань хорошо подготовилась к уборке, для этого созданы все условия. Парк техники увеличен почти до 7 тысяч комбайнов. Это дает возможность в сутки убирать 100 тысяч и более гектаров. Крупные хлебоприемные предприятия и мини-элеваторы готовы единовременно принять на хранение более 13 миллионов тонн зерна. На финишной прямой жатва ячменя культуру практически полностью собрали, а это без малого 900 тысяч тонн. Напомню, что в прошлом году в Краснодарском крае получили рекордный урожай – около 10,5 миллионов тонн зерновых и зернобобовых. И продолжаем. На Кубани до конца года больше 1700 людей предпенсионного возраста пройдут переподготовку. Вопросы их обучения и трудоустройства обсудили в Краснодаре. Заместитель губернатора региона Анна Менькова акцентировала внимание руководителей профильных министерств и ведомств на то, что обеспечение граждан предпенсионного возраста работой – задача номер один. К этой категории людей в Краснодаре сейчас относятся свыше 370 тысяч человек. Сегодня это вполне трудоспособные люди, которым нужно помочь где-то переобучиться, получить новую квалификацию, новую специальность. Это сегодня задача номер один. И здесь, конечно, к этой задаче должны быть подключены все работодатели, кто заинтересован, чтобы на их предприятиях сохранилась численность людей, чтобы они получали, соответственно, новые профессии. Было бы разумно и логично направить возможности этих людей, их потенциал в социальную сферу. Чтобы обеспечить всех работами, Министерство труда и социального развития края создало региональный банк образовательных программ. Список входящих в него организаций можно найти на интерактивном портале службы занятости населения. Уже 12 тысяч кубанских предприятий направили заявки на переподготовку почти трех тысяч работников предпенсионного возраста. По программам переподготовки, управления охраной труда, специалист по социальной работе, библиотечное дело, кадровый менеджер, ведение бухгалтерского учета и другие административно-хозяйственные специальности. Говорили на совещании о другом важном вопросе нацпроекте «Демография». Главная цель – увеличение продолжительности жизни. К 2024 году она должна составить не менее 78 лет. Чтобы выполнить указ президента на Кубани, в больницах создаются новые гериатрические отделения. «Бабушки против мошенников» – проект под таким названием стартовал в Сочи. Он поддержан фондом президентских грантов. На первом семинаре волонтерам серебряного возраста объяснили, как не стать. Жертвой мошенников. Пожилых людей часто обманывают, и дело тут не в возрасте, просто им сложно распознать современных мошенников. Пенсионерам и звонят, и СМСки отправляют якобы от родственников. А пока не разберутся, кто и зачем звонил, кошелек оказывается уже пустым. Приходят злоумышленники и в квартиры, представляясь работниками соцзащиты. Обещают помочь, а сами обворовывают пожилых. Потом началось с банковскими картами. Идут СМС, отправьте свой код, у вас снимутся деньги, кто-то там пытается у вас снять. То есть вот такая вот история тоже. Как не стать жертвой мошенников, этому учит новый проект, который разработан общественной организацией. Ее представители во всех регионах страны проводят обучающие семинары. Учит людей старшего возраста распознавать злоумышленников. Обманули, поменяв какие-то трубы за 80 тысяч, выманив деньги под какие-то огромные проценты. Они потом все потеряли. То есть схем этих много. И мы поняли, что надо что-то делать. Потому что люди реально страдают. Более того, они потом, например, взяв микрокредит, они оказываются в такой долговой яме, что потом мы, как благотворительные фонды и общественные организации, вынуждены им посылать посылки с продуктами. Чтобы не доводить ситуацию до критической, важно научиться быть бдительными. Участие в семинарах бесплатное. После того, как они пройдут вот этот вот уставной семинар, мы проведем эти семинары для большинства жителей нашего города. То есть именно для пенсионеров. Во-первых, сначала внутри самих волонтеров серебряного возраста. И впоследствии уже будем приглашать через ТОСы, да, общественность для участия в этих семинарах. Наше время такое беспокойное. Это очень такая важная тема. Надо быть в курсе, чтобы быть готовым оказать какое-то сопротивление. Так называемые уроки защиты пройдут во всех районах Сочи. Будут на курорте распространяться и методические пособия бабушки против мошенников, которые изданы на средства президентского гранта. Ирина Овсец, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ. И к другим новостям. Мэр Сочи Анатолий Пахомов остался недоволен темпами ремонта улицы Островского. Ее ремонтируют по федеральной программе. Накануне глава города лично оценил ход работ. Все подробности в нашем сюжете. До окончания срока сдачи улицы Островского меньше недели. Рабочие торопятся, но пока эта спешка приносит только проблемы, считает мэр. Анатолий Пахомов остался недоволен тем, как подрядчик организовал ремонт. Вокруг много грязи и строительного мусора. Вы же деньги получаете. 22 миллиона рублей. 22 миллиона рублей вы берете за эту работу. Вы должны были делать это качественно и комфортно для людей. Правильно? Да, максимально старались. Так это что, максимально? Вы же посмотрите, вы везде понабросали грязи. Если бы вы работали аккуратно, чисто, как положено, то не было таких неудобств. Вы же полностью всю улицу просто-напросто уничтожили. Четкое требование. 1 июля я сюда прихожу, мы открываем дорогу, она идеальна, красива. Но пока до идеала далеко. Улицу Островского длиной чуть более километра ремонтируют Дагомысское ДРСУ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Более 20 миллионов из федерального бюджета выделили на замену тротуарной плитки и асфальта. Кстати, в разгар туристического сезона ремонт начали вынужденно. Деньги выделили только в начале года. Потом шли конкурсные процедуры и только после на улицу зашла техника. В следующем году ремонтировать дороги, которые попали в нацпроект, будут уже зимой. У нас есть месяц на это работа. Здесь около 5000 квадратных метров плитки при условии заставленности автомобилями и около 10 тысяч метров покрытия асфальтобетонного. Если делать исключительно маленькими кусочками, за месяц технологически это невозможно сделать. При таких условиях нам необходимо освобождать полностью от автомобилей и полностью закрывать улицу и делать ее. Закрыли, да не полностью. Частных машин, которые мешают ремонту, на Островского много. А вот спецтехника, судя по переполненным мусорным бакам, здесь гость нежеланный. Есть понятие, организация строительства. Послушай меня внимательно. Вот там вы перекрыли, стоит дорожник. Но спецтранспорт он обязан пропускать. Пропускает, он и был в 8 утра. Спецавтохозяйство говорит, что не пропускаете. Это первое. Второе. Почему другого транспорта так полно? Решить нужный вопрос с кафе и магазинами. Подвозить товары нужно только ночью, ставит задачу Пахомов. Подрядчик, в свою очередь, обещает. Ремонт закончат точно в срок. Уже сейчас с утра до вечера на объекте трудится 50 человек и 30 единиц спецтехники. А вот на улице Конституции дорогу уже отремонтировали по той же федеральной программе. Безопасные и качественные дороги. Теперь это 4 километра гладкого асфальта, без просадки и выбоин, которые раньше тормозили движение на оживленной улице. Кстати, нацпроект рассчитан на 6 лет. Теперь каждый год Сочи будет получать по 830 миллионов. В этом году запланирован ремонт 63 улиц. Это более 80 километров безопасных и качественных дорог. Галина Моисеева, Ольга Десятого, Владимир Киселев, телекомпания ФКТ. Каникулы с пользой для здоровья и ума. В Сочи продолжают работать площадки нашего двора. Каждый день во дворах школ и многоквартирных домов по всему городу с детьми на площадках работают волонтеры и аниматоры. Накануне на детскую площадку на улице Дагомысской в гости пришли студенты одного из университетов в Сочи. Для ребят волонтеры подготовили игры на английском языке. За правильные ответы участники получали жетоны, которые после смогли обменять на конфеты. Площадка на аренде закреплена за управление молодежной политики. Именно они придумали целый план мероприятий на 42 площадках Сочи на три месяца вперед. В их числе, например, экскурсии на чайные плантации и в закулисье сочинского цирка. Количество людей на площадке зависит от качества того, что там происходит. Нам кажется, что попробовать разные форматы и доносить новые идеи на площадках нашего двора – это очень-очень круто, потому что девиз нашей летней кампании в этом году – такое разное лето. 1 июня в Сочи начали работать 147 площадок нашего двора. Там с детьми занимаются педагоги, волонтеры, аниматоры. Для ребят проводят экскурсии, спортивные и творческие турниры, мастер-классы, чтобы каникулы у юных сочинцев были не только интересными, но и познавательными. Учебный театр на Маховой прибыл в Сочи. Сегодня в летнем театре Фрунзе шоу-программа «Мы из мюзикла». Второе выступление труп подаст 26 июня в Зимнем театре. Ну а сегодня мы побывали на репетиции шоу. В Сочи учебный театр привез образцы классических номеров из мюзиклов и смелые авторские решения, хореографию легендарного Боба Фосса, энергетику молодости. Все это собрано в шоу-программе «Мы из мюзикла». Выпускники учебного театра на Маховой по сути представляют свои дипломные работы. Они ищут себя в этом непростом жанре и учатся мастерству. Учебный театр на Маховой называют уникальным. Вчерашние студенты, сегодня начинающие артисты и будущие звезды. Эти ребята и предыдущий курс, они умеют играть. Они могут служить в драматическом театре, в музыкальном театре, в пластическом театре. Это синтетические уже актеры, это современные актеры, которые могут очень много. Но это надо прийти посмотреть. К слову, из стен учебного театра на Маховой вышли Аркадий Райкин, Михаил Боярский, Алиса Фрейндлих, Константин Хабенский и Николай Фоменко. Побывать в 70 монастырях и церквях России, не выезжая из Сочи. В Гранд-ателе «Жемчужина» открылась юбилейная выставка «Православие». Ее уже 20 лет проводит компания «Соут». Открывать выставку «Православие Петров пост молебном» стало уже традицией. Молиться, говорят священники, нужно перед началом любого доброго дела. Выставка «Православие» – это большое событие в духовной жизни города. Ежегодно сюда приезжают представители храмовых монастырей со всей страны. На юбилейной 20-й выставке их более 70-ти. Из Белоруссии, Украины, Молдовы, Боснии и Герцеговины, Греции и России. «Хочется, чтобы каждый монастырь рассказал о себе храм, монастырь, храм, подворье какие-то, которые сказали бы, что они есть, что они делают, что они производят там своими руками. То есть поделиться вот этой радостью, поделиться вот таким духовным общением с нами, с жителями города Сочи». На стендах выставки книги – православные сувениры, церковная утварь, постная пища. Почти возле каждого стенда можно прикоснуться к привезенным православным святыням. Главное на выставке в этом году – это икона великомученика и целителя Пантелеимона, написанная на горе Афон. Обычно верующие просят у святого здоровья и сил. Здесь же можно приложиться к ковчегу с мощами мучеников Киприана и Иустины, а также Кива, Печорских святых. «Не все мы можем совершить паломничество, а здесь мы можем прийти, увидеть монастыри и храмы, которые приехали к нам с разных уголков нашей страны, поклониться чудотворным иконам. Будем надеяться, что посещение этой выставки протопчет для вас еще маленькую дорожку к большому храму». Православие – это не только выставка и ярмарка, но и образовательный форум. Гости здесь могут посмотреть православные фильмы, послушать лекции и пообщаться со священниками. Выставка будет работать до 30 июня в Гранд-отеле «Жемчужина» с 10 до 18 часов. Вход свободный. Инга Габеши, Ольга Десятого, Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». Ну и на этом я с вами прощаюсь. Мне остается добавить, что все новости уже на нашем сайте fkt.com. Смотрите нас в кабельных сетях «Радист» на 56-й кнопке и телепакетах «Билайн» на 76-й. А также в социальных сетях, в группах «Говорит Сочи», в Фейсбуке, Инстаграме, Одноклассниках, Телеграме и в сообществе ВКонтакте. Ну и заходите на наш канал в Ютюбе «Говорит Сочи». В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok